Решить наболевшие вопросы при личной встрече. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики работал в общественной приемной президента. С какими просьбами обратились жители? Смотрите далее. Если бы супруги Совко пришли на прием к Олегу Николаеву с сыновьями и дочками, в рабочем кабинете стало бы тесно. В семье шестеро детей и, пожалуй, их главная проблема – небольшая квартира. В очереди на улучшение жилищных условий стоят долгие годы. Когда у нас родился пятый ребенок, нас перевели в льготную очередь под номером 26. Это было в 2013 году. Но, конечно, обещали, что через полтора-два года мы получим жилье, но время идет. Решение проблем многодетных семей сейчас находится на особом контроле у государства, подчеркнул Олег Николаев. Есть определенная процедура. Будет обрабатываться аукцион, покупка и так далее. Сейчас я уже дам поручение. Давайте посмотрим еще и, возможно, дополнительную форму поддержки. Хочу высказать слова благодарности. Ну, во-первых, за то, что вы решились. Светлана Федотова, тоже многодетная мама, просит перевести младшего сына в школу, где уже обучаются старшие. Так удобнее для семьи. Трое учатся в 55-й школе. Три года уже хожу. Вот писала и в министерство, и в отдел образования. И вот все ответы, которые мне ответили, что нет. Очевидно, что вы имеете полное право претендовать на такую реализацию. Если вдруг классы переполнены в 55-й школе, то я думаю, что мы вам точно поможем в рамках летних каникул. То есть, чтобы с 1 сентября, чтобы ваш ребенок. Так вас устроить, если мы хотим? Да, да. Ну, давайте мы тогда такой план себе поставим, задачу. Вопрос Олегу Николаеву поступил из деревни Мажары Козловского района. Просьба местных жителей отремонтировать дорогу. Изучим, какие затраты нужно для того, чтобы привезти и исполнить то, о чем вы просите. Ну и, соответственно, вас мы извести. На самом деле подтверждают, что есть неровности. Мы давайте так сделаем. Я сейчас дам поручение министру транспорта и дорожного хозяйства в Чувашской республике. Провести водопровод в деревне Сетракосы, предоставить жилье детям-сиротам, компенсировать затраты на школьное питание маме ребенка-инвалида. Это поручение в Рио главы региона, правительству и муниципальным властям. Большинство поступающих в общественную приемную вопросов частные. Но решать их необходимо комплексно, чтобы жители не сталкивались с подобными проблемами. Отметил Олег Николаев. Системный подход даст возможность предупреждать повторные проявления. На его контроле каждая просьба. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова